После этого я еще раз прошелся, значит, по первой части ее частично поправил, переписал, улучшил, дополнил, отрихтовал напильничком, и вот все это вместе теперь выходит в свет под названием просто пост с началом и концом, продолжения этого не будет, это отдельная такая, в общем, вещь, немножко напоминающая где-то, поскольку это пост, ну, как пост апокалиптика, да, чем-то напоминающие, может быть, какие-то мои более ранние вещи, но, тем не менее, совершенно отдельно от них стоящие, независимые со своей собственной вселенной и со своей собственной, в общем, темой и проблематикой, которая гораздо в большей степени имеет отношение к тому, что сегодня с Россией и с миром происходит, чем какие-то другие мои вещи, за исключением, может быть, тексты, которые просто вообще ультра-реалистические. Вот, она изначально стартовала, я думал, что будет это все радиоспектаклем, что, значит, мы сможем это превратить в, ну, изначально это был план аудиосериала, аудиосериалы до этого момента никто в России не делал как таковые, не было платформ, потом пришел в Storytel и предложил мне что-то придумать, я решил, что было бы здорово в аудиоформате придумать вот какую-то такую историю, которая, тем не менее, была бы, ну, близка по драматургии, по сюжету образованию, к сериалам, которые мы все смотрим. Но пусть это будет, подумал я, звук, радиоспектакль. Вот, знаете, что Орсен Уэллс, который снял самый известный, в общем, самый титулованный фильм в истории человечества, который называется «Гражданин Кейн», «Сизен Кейн», начал с того, что он устроил в эфире Нью-Йоркского радио, радиопьесу, значит, по мотивам войны миров, значит, и не предупредил никого, что это радиопостановка. И люди в панике бежали из Нью-Йорка, потому что были убеждены, что это, значит, вторжение импланетян. Вот что-то такое хотелось сделать, но не получилось, решили сэкономить на мне денег, как обычно это бывает, издатели, и говорят, ну, может, ты сам начитаешь нам. Я говорю, ну, я же не умею читать, я и пишу это с трудом. Они говорят, нет, все-таки должен попробовать, потому что такого не было, чтобы, значит, вот до сих пор ни одной фонограммы нет твоей. Я говорю, ну, ладно, хорошо. И, в общем, в итоге благодарен, потому что это позволило мне реализовать мои подавленные актерские со школы амбиции и по ролям все это начитать. Кто-нибудь слушал уже аудио? Да, мы тут проводили аудио. Спасибо, ребята. Значит, вот, соответственно, все в аудио было. Я читал там за внучку, за жучку, за бабку из-за глухонемого монаха. Ну, глухого, скажем так, но больше, чем немого. Ну, и это был, конечно, такой челлендж, вторая часть еще больший челлендж, потому что там уже и казацкие старшины, и генералы, значит, и императоры, и балерина Большого театра. И все это в моем исполнении. Ну, я старался как мог, в общем. И хотя в звуке с казачьим хором и исполнением, значит, казацких песен оперной дивы Айды Грифулиной это тоже очень хорошо, ну и на бумаге. Надеюсь, что это неплохо вам, соответственно, судить. Вообще, у нас был такой формат, что я просто трепался, и совершенно не было возможности пообщаться. Сегодня, поскольку я не хочу сильно спойлерить, я думаю, на этом я бы вот свое выступление бы закончил, но я бы ответил на пару-тройку вопросов, которые у вас есть. Поднимайте руки, и я буду без микрофона, не передавайте микрофон, чтобы не распространять чуму. А мы решили вас, иначе не слышно. Все будет слышно, я буду повторять. Давай, девушка. Давай. Все-таки вы решили, да, чуму распространить? Ну, давайте, хорошо. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Вопрос, на который может ответить, наверное, только писатель. Как по-вашему, какими качествами обладает, и кто он, герой нашего времени? Вы знаете, я пытался ответить на этот вопрос в романе «Текст», найти какого-то героя нашего времени. И я не знаю, удалось мне это или нет. Какое-то время назад, в более вегетарианские времена, я, поскольку общаюсь с разными всякими людьми, в том числе и, разумеется, чтобы лучше понимать устройства нашей страны, в том числе я общаюсь с людьми, которые работают во власти как-то там устроены. Потому что надо знать, что у людей в головах вообще. И я знаю, что был большой поиск вот героя нашего времени в администрации президента лет еще 10 назад. Они говорили, ну, кто вот этот герой нашего времени? И так они, как мы видим, его до сих пор и не нашли. Это очень сложный вопрос. Кто герой? За что он борется? Какие качества собой это ждествляет? И ответить на этот вопрос сложно. Я думаю, что, хотя разные люди претендуют на статус героя, настоящий герой — это человек подавленный, простой, обычный человек, который борется прежде всего за свои права. Люди, по которым проезжает как машина государственная, и которые имеют силы после этого подняться. Я не думаю, что это какой-то прям политик, честно говоря. Чтобы герой был универсальным, наверное, это все-таки человек какой-то более простой из народа. Я думаю, что есть запрос большой на справедливость, потому что есть ощущение несправедливости. И что касается свободы, то наш человек, в общем, свободу не очень ценил. И запроса на свободу не было как таковую, потому что ты не ценишь свободу, пока тебя не начинают ее лишать. Поэтому я думаю, что эти вопросы у нас будут постепенно с вами перед этими вопросами все более строго ставить и жестко ставить. И жизнь, и ситуация, и власть. Я думаю, что более спокойные и более вегетарианские времена могут и закончиться, а начаться какие-то более неспокойные и менее вегетарианские. И вот там герой появится более очевидно, чем сейчас. Спасибо большое, Дмитрий. У нас вопрос справа от вас. Вот здесь. Так, да. Я думал, я должен повернуться, Дмитрий должен повернуться. Добрый вечер. Спасибо за все ваши высказывания, эфиры, интервью. Все смотрим. Вот почему-то не удается, как раньше читал за хлебом, ну, многие книги, почему-то вот как-то наступила пауза. Думал, в пандемию хоть возьму то, что вот так вот годами копилась топка. Прочитаю, все равно как-то не получается. Не получается. Да, чтобы вы бы посоветовали и бывало ли у вас такое же. У меня такое все время очень трудно концентрироваться на длинных текстах из-за мобильных телефонов. Потому что вообще умение концентрироваться на длинных текстах, оно школой и потом высшими учебными заведениями прививается и воспитывается в человеке. Потому что у человека, блуждающий фокус внимания, это нормально с детства. И телефон, к сожалению, из-за многооконности и многозадачности, и из-за своего постоянного вброса вот этого эндорфина и серотонина, ты привык, что тебя вот здесь открыл, сразу получил выброс, типа лайк. Хорошо, здесь все закончилось, перелистнул, там снова лента какая-то, увидел какую-то эмоцию, испытал, вброс эмоциональный. Дальше. И следующее, и следующее. И как только ты там 5 минут где-то там провел в какой-то статье и до сих пор она не закончилась, и вывода никакого не сделал, ты такой уже заскучал. Да, и ты заскучал и переключился, и потом тебе надо опять к ней возвращаться, потому что это время ты уже в WhatsApp зашел, в Telegram зашел, не знаю, там Instagram полистал, ВКонтакт полистал, здесь где-то лайки поставил, теперь как бы отдохнул, как бы можешь возвращаться туда. Вот, это, я думаю, что совершенно общее явление, виноваты в этом разработчики телефонов и приложений, которые решают свои собственные задачи и поражают нашу способность концентрироваться. Работать над этим можно простым способом. Вы берете просто телефон, оставляете его в Москве и едете на дачу на электричке без него. Вот, в топе. Да, совершенно верно. И там, вот, ну, я же только что летел, как бы, 4 часа сюда из Испании, извините, у меня есть испанский вид на жизнь, я всем об этом рассказывал, можно не хлопать, подсуетился в свое время. Короче, поэтому могу влетать и вылетать, простите. Так что я не вполне народный кандидат и не герой нашего времени. Так вот, значит, и 4 часа в самолете не работает телефон. И выясняется, что ты можешь, оказывается, читать книжку 4 часа. Когда тебе вот телефон не работает и делать в нем нечего, то, оказывается, все это, ну, первые там 10 минут со скрежетом, но потом втягиваешься. То есть для того, чтобы читать книги, для того, чтобы вернуть себе способность концентрироваться на длинных текстах, надо просто, ну, выключить этот гребаный телефон. Спасибо большое. Не думал, что я это скажу, я такой сторонник технического прогресса, но вот. Следующий вопрос у нас здесь. Здравствуйте, Дмитрий, я Тимофей, я просто верный фанат ваших книг и особенностей серии «Метро». Я бы хотел спросить вас об одном, ну, такой вот нескромный вопрос, что будет происходить с главным героем всей этой трилогии, с Артемом Сухим? Будет ли какое-то развитие сюжета для него или нет? Или это раскрылось вот в игре «Метро Эксодус», которая представлена была компанией 4A Games? Вообще, ну, поскольку сюжет игры, то есть я зарекся писать дальше «Метро», то есть я хочу, чтобы это была трилогия, остановиться пока не поздно. Та же самая история, что и с проектом «Вселенная Метро 2033». Ну, это было хорошо, но это закончилось. Вот, и та же самая история с «Метро», но прекрасная получилась, как бы, отклики у читателей. Книга была очень популярная, и вторая, и третья тоже были до известной степени популярны, и до сих пор их никто там из продажи не изымает и не запрещает. Но эта история, как бы, в книгах рассказана, и у меня еще есть много других, тем, на которые я хотел бы поговорить, которые не обязательно и фантастические, и никак с «Метро» не связаны. И не хочется превращаться в автор бесконечного книжного сериала, который, ну, ляп, как, ну, знаете, если такой человек, Сергей Тормашев, вот, у него там какая-то 25-тысячная серия из этих книг, и он пишет, и пишет, и пишет, и ничего другого не пишет. И люди покупают, и покупают. Но дело не в том, чтобы, как бы, ну, люди покупали, а дело в том, чтобы каждый раз ты сам этой истории как бы горел, чтобы тебе хотелось на эту тему что-то еще сказать, и что-то новое добавить. Я очень не люблю самоповторы, мне от них скучно, и когда я скучаю, получается, ну, такой какой-то нежизнеспособный мертяк. К вашему вопросу, история, которая рассказана касательно Артема в игре «Метро. Исход. Экзодус» — это совершенно каноническое продолжение истории Артема из книг, потому что я, собственно, эту историю придумывал для него. Да, как это бывает в играх, там есть два варианта концовки, основная и престижная, но, в общем, тем не менее, это вот, если хотите знать, что с ним дальше, это вот то, что произошло в играх. Допустим, в играх вселенной немножко более условно и комикса-образно, чем она там в «Метро 2035», которая сугубо реалистическая вещь. Вот текст примерно такая же она. Ну а реализм. Но, тем не менее, общая сюжетная линия такая. И в книгах продолжать я ее не намерен. Есть масса других историй, которые мне хотелось бы рассказать. Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте, Дмитрий. В 2015 году вы анонсировали графический роман «Алтпост», который лег в основу к твоему книге. Я был на презентации на Большом фестивале в 2016 году. Мне интересно, почему именно книга не вышла в качестве графического романа? И прошел такой долгий путь. Ну, художники профокапили. Ну, просто как бы я зарекся работать с художниками. Они очень, как бы, они, оказывается, еще более тонко организованы в существующем писателе. Но они совершенно не тянут долгосрочные какие-то большие объемы. Вот. Но те, которыми я сотрудничал. То есть они все хороши для короткого, какого-то внятного, с началом и концом проекта. Но когда надо бесконечное время рисовать графический роман, вот что бы ты мне предложил, какие бы условия волшебные, для средней российской полосы, ты мне не предложил и так далее, они просто теряют мотивацию, впадают в депрессию, начинают плакать, как бы, куклиц. И все. И на этом все заканчивается. Поэтому просто, ну, так сказать, это было тяжело, тяжеловато. Интерактив был. Я их пинал-пинал, подкупал-подкупал, заманил-заманил, хвалил-хвалил. И, в общем, пришлось, как бы, поэтому от этого отказаться. Ну и хорошо, потому что получилась вот такая штука. Спасибо. Следующий вопрос у нас. Здравствуйте, Дмитрий. Вы как-то говорили, что благодаря театральной постановке текста для вас открылся целый новый мир русского совмянного театра. Вот, хочу спросить, что вы сейчас думаете о постановке, когда она уже давно идет? И сможем ли мы вас когда-нибудь увидеть в роли драматурга? Там есть план написать пьесу исключительно для театра, например? Спасибо. Еще хочу пожелать, чтобы вы оставались таким же въездным и выездным. Спасибо большое. Отличное пожелание. Сам бы себе этого пожелал. Что касается постановки Максима Диденко, то я считаю, что это очень интересная работа. Может быть, спорная, неоднозначная. И акцент сделан не столько на драматическую игру, сколько на технологические ухищрения и так далее. Но, тем не менее, Максим, как и я, человек вечно экспериментирующий, в том числе и с форматами, и с историями. Но при этом меня с ним объединяет общий интерес к каким-то магистральным судьбам России. То есть он, как и я, в своих работах пытается найти ответ на вопрос, почему все так у нас. И поэтому мне кажется, что тандем мой с ним сложился очень удачный, и мы с ним подружились, и в данный момент мы с ним вместе разрабатываем проект иммерсивного театрального спектакля про русские сезоны. Дягилевский балет. То есть это русский балет, который великий театральный прессариум 100-летней давности Сергей Дягилев вывез из России, чтобы показать миру. Это и великая балерина Анна Павлова, и танцовщица Игорь Убинштейн, Тамара Корсавина, и Вацлав Нежинский. То есть это целая плеяда невероятно одаренных танцовщиков и хореографов. Он же открыл миру Стравинского, представил миру Прокофьева, фактически, композиторов. Он же популяризовал на Западе Льва Бакста, и Николая Рериха, и Александра Бенуа, и так далее. И он же сотрудничал с Коко Шанель, которая обшивала его некоторые балеты, и с Пабло Пикассо, которого он превратил из авангардного художника Сман Мартера в величие номера, и так далее. То есть потрясающая совершенно плеяда артистов самых разных, которые объединились неожиданно в балетных постановках, и именно с тех пор весь мир любит русский балет. Не за достижение большого театра, это просто такой побочный эффект, за то, что сделал фактически один человек, и там окружающая его творческая какая-то труппа, уехав из России как бы на гастроли, и потом, не имея возможности в Россию вернуться, потому что сначала мировая война, потом гражданская революция, гражданская война, и в общем, Россия, с которой они уезжали, перестала существовать. Вместо нее стал Советский Союз, куда многие из них были невъездны, из-за связи семейных с белогвардейцами, и все, в общем, пропала Россия, из которой они уехали. И они оказались, в общем, на вечных гастролях. И Россия, с которой они уехали, осталась только в их воспоминаниях, или в их там снах, представлениях и так далее. И вот об этом мы делаем, в общем, иммерсивный спектакль. Так что будем надеяться, что все это произойдет, будет очень интересно. Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте. Огромное спасибо за ваши книги. Считаю вас одним из лучших писателей за последнее время. И вот у меня вот такой вопрос. Как другие авторы дополняли вселенную «Метро»? То есть, как они все это... Какие издательства отправляли и так далее? Было только одно издательство. То есть, мы договорились с издательством, что издательство будет выпускать как бы официальный фан-фикшн к вселенной «Метро». К миру «Метро». Было простое правило. Не трогать чужих героев, не выходить за пределы 1933 года. И если какой-то человек... Ну, не добавлять инопланетян, эльфов в путешествие во времени. И если какой-то человек первым описал Петербург и какие-то станции на нем... То второй человек, который описывает Петербург в этом мире, «Метро-2033», должен отталкиваться от тех описаний, которые сделал первый, чтобы все было согласовано. Чтобы не вышло как серии «Сталкер». Вот. Где каждый городил, что хотел. Вот. И, в общем, это нам позволило там почти 10 лет продержаться на плаву. Но в конечном итоге просто... У любого проекта, мне кажется, есть своя жизненная сила, есть свой какой-то срок жизненный. И, ну, в какой-то момент стало понятно, что, ну, вселенная метро заканчивается, падают тиражи, нет возможности из этих тиражей уже платить приличный гонорар авторам, и пришло время просто раскланяться. И мы вот раскланялись в этом году. Вот так как-то. Спасибо. Спасибо. Простите. Было прикольно. В течение 10 лет. 10 лет. Да. Да, пожалуйста. Следующий вопрос. Дмитрий, вопрос таков. Ваши книги не самые позитивные, жизнерадостные. А режиссер Юрий Быков, ну, в самом начале своей карьеры, любил, мягко говоря, пригубить во время продумывания сценариев. Читая ваши книги, я сам слегка подсел на алкоголь, поэтому вопрос к вам, когда вы это придумываете, вам хочется выпить или нет? Вы знаете, нет, мне не хочется выпить. И больше того, я когда пишу, я совершенно всегда трезв. У меня совершенно не получается... Ну, я выпиваю, конечно, как любой русский человек. По своей русской половине я выпиваю, значит. Но совершенно не удается концентрироваться как в состоянии алкогольного опьянения. Потому что литература, большая романистика, это в очень большой степени архитектура. То есть ты должен выстраивать большие конструкции, должен вот этот герой, вот он сейчас пройдет через это, через это, через это, придет туда, здесь трансформация, здесь выбор, что-то так. Потом вот отсюда другая линия идет, как они пересекаются, как к чему-то все это ведешь. Надо все это держать в уме и простраивать. И очень многие ходы как бы ты логически придумываешь, продумываешь. Да, какие-то приходят к тебе интуитивные вещи. И это, в общем, такая комбинация простраивания архитектурного и импровизации в этом таком скелете, каркасе. И если... Ну, то есть у меня не получается. То есть если я там выпил, то мне хочется там с друзьями общаться, вечеринка и так далее. То совершенно не хочется работать и не получается. Поэтому нет, я всегда пишу исключительно в кристально чистом трезвом состоянии сознания. Поэтому не знаю, как вообще люди пишут по пьяни, честно говоря, не говоря о каких-то уже запрещенных веществах, которых я просто не употребляю. Вот. Спасибо. У нас есть вопрос. Перед. Снова же. Отжимание, подтягивание, скакалка. Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо вам за ваши книги и за аудиокнигу «Пост». Это всегда необыкновенно слушать книгу в исполнении автора. Ну, даже если она тогда еще книгой не была. Сегодня уже говорили про Джани Радари и Оруэлла. Я хотела спросить, есть ли на вашем столе среди книг, которые вы должны прочитать, современные пишущие российские авторы? Кого вы думаете? Ну, конечно. Во-первых, Сорокин. Владимир Сорокин. Это, мне кажется, по-настоящему большой русский писатель и при этом совершенно не забронзовевший и сохранивший хулиганистость и дерзость и резвость. В общем, он настоящий, с моей точки зрения, панк такой. В хорошем смысле этого слова. Хулиган от литературы, при этом, безусловно, огромного таланта. И темы, которые он поднимает, очень интересные, актуальные и так далее. Потом Евгений Водолазкин, безусловно, я рекомендую. Совершенно противоположность Сорокину, да, и человек, наоборот, верующий, православный и умеющий каким-то образом расположить к своей точке зрения. Да, в отличие от позиций официальных, церковных, которые так вызывают такую легкую отрубь, всегда все эти мракобесные какие-то высказывания, как раз Водолазкин показывает человеческую и привлекательную сторону веры. И поскольку как бы я не могу себя назвать атеистом, я скорее нахожусь в поисках, как и многие из нас и вас, Водолазкин как раз показывает это удивительно тонко, интеллигентно и и мудро. Кроме того, сколько ни плюс, и все равно мы читаем все Пелевина, конечно же, потому что, как его не читать, это ежегодный журнал, значит, сатирический, как он называется, крокодил с примесью дзен-буддизма и наркомании. И, ну, 1 сентября мы знаем, что мы придем в книжный магазин за учебниками и вот нас ждет там новый Пелевин, надо брать. Вот. Так что, ну, вот эти, авторы, да, уже неплохо. Спасибо большое. Следующий вопрос, второй ряд. Дмитрий, здравствуйте, меня зовут Марина. Вы знаете, человек на протяжении всего своего пути растет, развивается, меняет, возможно, свои какие-то взгляды и принципы. И у меня вопрос, кем бы вы хотели стать, когда вы вырастете? Ну, я хотел бы писателем стать. То есть, мы все действительно... То есть, я прямо стараюсь. во-первых, не заниматься самоповторами. Во-вторых, делать какие-то открытия, эти открытия в свои работы привносить. Не спешить и не чистить с книжками, чтобы не было ощущения, что на эту тему я уже думал, говорил, чувствовал и... Просто один раз я это выразил и уже как бы, в общем, отработал, проработал, может быть, да, прожил и второй раз прочувствовать то же самое не получается, получается, по памяти как-то немножко механистично, если первый раз ты через себя эти вещи пропускаешь, чувствуется энергия, сам ощущаешь и можешь ее частично попытаться сохранить и в книжках передать. Но я надеюсь, что... Есть просто гениальные авторы, понимаете? Есть талантливые авторы, есть авторы со способностями. И вот я себя отношу к авторам с некоторыми способностями. И... Когда человек гений, он просто каким-то удивительным образом черпает из внешнего мира, можно назвать, там, космосом, ноосферой или массово, там, бессознательного, и даже, может быть, толком не успевая осмыслить, передает самую суть. Да, я к этим людям не отношусь. У меня есть определенные языковые способности, и я их, вот, использую, как умею. Но можно постепенно научиться каким-то вещам, разобраться в том, ну, времяслей, условно говоря, научиться что-то делать, понять, как лучше чувства передавать человеческие, для чего люди читают, почему они читают, что они ищут в книге, и научиться как бы им это дать, да, и, в общем, для меня это процесс постоянной обучения и открытия, которые я делаю на пути. Поэтому я надеюсь, что я вот буду дальше каким-то образом. Правда, я чувствую, знаете, сейчас вот, когда писал пост, почувствовал, что, видимо, возрастное, начал тупеть. Начал тупеть, и дальнозорка появилась, вот сижу, ну, линзы надел, вижу хорошо вдаль, но уже приходит в телефон вот так двигать. Знаете, это как вот люди постарше, знаю, что буквы у них в телефоне большие не случайно, да. Они поиградают, смотреть на маленькие буквы в телефоне, но не видно ничего. Но вот и такая легкая тупень уже приходит с возрастом. И приходится вот себя как-то раскочегаривать, да. И хорошая новость заключается в том, что к этому возрасту опыт появляется, и ты понимаешь, что не работает, что работает, как лучше точнее выразить это все. Плохая новость в том, что, в принципе, голова работает в целом хуже. И... Ну, только немножко со скрипом ржавым. Вот. Ну, то есть, получается, книга лучше, но дается она тебе труднее, скажем так. Вот 20 лет сел и пишет, поток сознания идет, все подряд. Очень легко, ну, такой, как в пургу. Значит, в пургу въехал, словесную. Вот. А потом противоположная ситуация. В общем, хочу себе пожелать, чтобы вот эта кривая, значит, возрастного тупения у меня каким-то образом нивелировалась кривой приобретаемого жизненного и литературного опыта, и чтобы дальше я, тем не менее, как-то карабкался по этой, значит, ну, линии самосовершенствования, и когда вырос, вырос, то стал бы все-таки писателем. Спасибо большое. Дмитрий Смел, это первое вопрос. Подадим этой части зала поговорить с вами. Пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий. Очень понравился сериал ТОПе, смотрел захлеб. Ну, собственно, по окончанию вообще сериала у меня возникло много вопросов. Хорошо. Вот. Собственно, у меня появилась своя интерпретация, но хотелось бы услышать ваш какой-то комментарий по поводу, в принципе, сериала, о чем он, как бы, потому что, ну, вот, не хочется искать какие-то или чьи-то рецензии. Хотелось бы напрямую спросить. Спасибо. Ну, сериал, это, в общем, попытка понять, что значит жизнь в России. И, да, ну, это как бы Россия на кушетке у психоаналитика. Пришла Россия к психоаналитику, и вроде бы у нее снаружи все хорошо, вот, а потом мы ее загипнотизировали, и там такое полезло. и ты думаешь, а, то есть и детские травмы, и попытки изнасилования какие-то, и что-то еще, и в детстве тебя били, и еще что-то, и все это, и ты забыл, оно все есть. Ты думаешь, почему я, когда напьюсь такой агрессивный? Почему у меня глаз дергается? А почему у меня вдруг там еще что-то, какие-то непроизвольные телодвижения возникают? Это вот, оказывается, вот почему. Ну вот, поэтому попытка препарировать подсознательное наше. И, в общем, это как бы по фабуле современной России приезжают в гости к вечной России. Пять молодых людей типажных, представляющих собой новое поколение, приезжают в Россию, которая была всегда. То есть, они думают, что они являются собой что-то принципиально новое, никак не связан с этой топью, с этими корнями и так далее, с тем, что было всегда с вечным, с вечным русским. Приезжают туда и в этом во всем совершенно утопают. И выясняется, что у каждого из героев есть какой-то зеркальный образ и, в общем, они сами являются, может быть, отражением каких-то вечных архетипов русской жизни. Понимаете, плюс-минус, о чем я? Вот. И дальше, как бы, этот трип, такой бэт-трип каждого из героев и попытка понять, почему мы не способны вырваться из колеи какой-то определенной. Вот. А финал, собственно, это то, что пока ты не перестаешь верить в чудо, будешь ездить по кругу. То есть, ну, метафора просто выходит на первый план. Начинается как событийная история, потом постепенно начинает поступать через это метафора, потом метафора оказывается главнее. И сюжет уже, с моего точки зрения, теряет значение. Вот. Но некоторые люди, которые хотели прямо логического объяснения, там два, как бы, идут объяснения все время, логическое и метафорическое. То, что кажется, да, и то, что, в общем, как происходит. Все, что, значит, мы видим в сериале, это потому, что это их бред, или потому, что это посмертие. Ну и, извините, кто-то не смотрел, может, топил? Теперь все посмотрят. Все, все посмотрят. Ну вот, а там, а самое главное, что как бы, ну, что жизнь в России иногда очень похожа на смерть, и непонятно, где она там заканчивается. Где ты еще жив, жив, а где ты уже умер. Вот. Спасибо, у нас есть вопрос. Я попрошу выйти вас немножко вперед. Пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий. Я бы хотел вас узнать, около года назад вы анонсировали экранизацию метро 20-33. Из-за пандемии сменилась дата? Ну, знаете, как там изменилась из-за пандемии дата, из-за разных всяких других факторов. Сейчас, вроде бы, опять сдвинулось, там на полтора года все это останавливалось. Я писал какой-то вариант сценария. Ну, короче, не будем говорить гоп, пока не произошло перепрыгивание. Работа ведется, но гарантировать, ничего не могу. Видите, ну, сказать, я помню, что, наверное, первый раз я проводил встречу в Московском доме книги с читателями лет 14 назад, ну, так сказать, и человек, который тогда выглядел как вы, а сейчас, наверное, у него седая борода, он говорил, ну, Дмитрий, что будет с экранизацией? А я тоже был такой, такой, так сказать, без морщин, без седины и такой пухненький и говорил, ну, скоро будет. Вот. И вот прошло 14 лет и ни хрена. Вот. Уже другие вещи экранизировались, а метро так и остается. Вот. Но какой-то недостижимой мечтой. И, в общем, я уже начинаю думать, что, может, и хорошо. Да, то выйдет метро, все будут думать, что я тот самый мальчик, который писал метро, а я уже не мальчик и не метро. Вот. Поэтому я даже рад, что, в общем, раньше оказались и более широкое распространение, получили вещи, которые больше синхронны моему нынешнему состоянию. что текст быстро, удивительно нашел свой путь на киноэкраны, несмотря на всю свою неоднозначность. И что с топами так произошло удачно. А с метро, ну, просто чтобы не врать, то есть я не люблю делать обещания, поскольку я не политик. Я не люблю делать обещания, которые не могу реализовать. Понимаете? Вот. Так что ничего не буду вам пока обещать. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Мне надо объявить, что осталось время на три буквально вопроса, и мы будем переходить к автограф-сессии. Очень быстро шлепать автограф-сессии. Можем их быстренько, как в стиле таком, ответ, вопрос-ответ. Да, Дмитрий, здрасте. Здрасте. Про болезнь, кстати, интересная тема, надо будет прогуглить. Вопрос такой. Я собираюсь приблизительно через пару лет мигрировать в Германию, но не чтобы просто хорошо жить, а чтобы вернуться в Россию и уже знания европейские по чуть-чуть внедрять либо с точки зрения экономики, либо с точки зрения политики, если повезет. Вот. Вопрос такой. Есть ли в этом смысл? Будет ли Россия лет через 10-15 готова после того, что происходит последние 30 лет? Ну, понимаете, о чем я. После всей этой истории. Будет ли она готова именно к чему-то внедрению чего-то европейского, либо мы все эти будем еще смиряться и воевать с этими последствиями, ну, как говорится, очищаться от всего, это будет все равно главная тема. Либо об этом просто нет смысла и нужно ожидать. Я думаю, что... Спасибо. Хороший вопрос. Я думаю, что в любом случае имеет смысл ехать. Да, да. Значит, имеет смысл ехать и учиться, и смотреть, и получать опыт. Вообще во всем мире границы, если бы не было коронавируса, они бы размывались. Мир становился все более глобальным. Люди переезжают из страны в страну, чтобы учиться, получать работу, доплатные навыки, открывать себе просто горизонты. И если вы поедете учиться или поработать в другую страну, это вовсе не значит, что вы там предаете свою родину. Да, немец, который едет работать во Францию, не предает Германию. Американец, который едет работать в Австралию, не предает, значит, соответственно, Соединенные Штаты Америки. И россиянин, который едет учиться в Европу, или в Штаты, или там, в Азию. Это просто... Ну, мир становится глобальным. Нам пытаются по телеку рассказать, что мы живем в 20 веке, что это там... Мир национальных государств. Нет, это не так. Мир будет выглядеть совершенно иначе. Нужно... Не нужно отказывать себе в возможности увидеть и узнать мир, выучить иностранные языки, узнать, как устроена ментальность других людей, расширить свои собственные горизонты, снять шоры. И потом, если здесь возникает благоприятный условие, вы всегда возвращаетесь и здесь это все применяете. И это будет, разумеется, востребовано. Значит, что касается того, что будет через 10 лет, я думаю, что по факту, ну, в России, знаете, как... Ну, все равно нужен, как бы, нужна смена поколений. Каждый раз смена курса, и в том числе вот теперь, происходила в связи со сменой руководства. И это было все время практически всегда, за исключением отставки Хрущева. Это была смена в силу естественных причин. Я думаю, что через 10-15 лет, когда они отрехлеют, следующее поколение не будет никак более жестким. Оно будет скучать, даже если это вот их наследники. Оно будет скучать по своим, как бы, каникулам на Лазурном берегу, и... и... А не по комсомольским стройкам, понимаете? Вот. Я думаю, что уже, когда их там папа говорят про комсомольские стройки, про картошку и про Обама, они такие... Ну ладно, не будем спорить, как бы, а то он накажет, как бы, не даст... Не оставит мне в наследство свой банк там, или что. Вот. Поэтому, то есть, в любом случае, это будет так. И это, ну, прогресс ты не остановишь. Попытки сейчас подморозить ситуацию каким-то образом, риторикой, символикой, запретами, давайте не будем больше говорить, там, о роли Советского Союза в начале Второй мировой войны, это будет теперь уголовно наказуемо, про это не говорить, и этих не оскорблять, и будем жить как будет как в Советском Союзе. Во-первых, они просто в силу естественных возрастных причин ностальгируют по своей молодости, которая протекала в советском антураже. Но по факту, все равно у нас капитализм, олигархия, и им неинтересен возврат, потому что они являются главными бенефициарами, вся собственность их, им не нужен возврат в советские времена, где у собственности не было никакой. Понимаете? Вот. Поэтому, так или иначе, главный стимул, он у них, разумеется, такой, чтобы, ну сейчас в это еще, может быть, какое-то время поиграть, то есть это происходит прежде всего для предотвращения потерь власти, для сохранения власти. Но так или иначе, вектор развития цивилизационной таков, что это все равно будет смягчение потом, все равно это будет открытие, без западных технологий не будет модернизации, все равно нужно будет модернизироваться, нужно будет снова через какое-то время открываться. и даже в отсутствии каких-либо черных лебедей, потрясений и там бунтов и так далее, все равно через какое-то время при смене поколения следующее поколение будет неизбежно более, еще более вегетарианским. И это довольно вегетарианское, то есть у них вот 30 лет ушло на то, чтобы хоть как-то там превратиться в авторитарный режим. Очень медленно. Вот сейчас в этом году рывок был, но вообще довольно медленно. И я думаю, что следующее поколение все равно будет более вегетарианское, чем это. И будущее все равно наступит. Как его руками нам не сдерживают. Спасибо большое. Следующий вопрос. У нас первый ряд. Здесь. Добрый вечер. Спасибо вам за ваш предыдущий ответ. Было очень интересно слушать. И хотелось спросить вас о моей любимой книге пока что, о сумерках. Что же вас все-таки сподвигло на изучение такой интересной темы, как «Лос конкистадорис». Это же такая тема неизвестная для российского читателя и невредная. Спасибо большое. Совершенно случайно. То есть я там отталкивался от идеи просто конечности мира, о том, что каждый человек это мир в себе и смерть человека это и есть собственно апокалипсис такой локальный. То есть со всеми его воспоминаниями, его там уникальными знаниями, со всеми людьми, которых уже только он помнит и которые вместе с ним исчезнут навсегда окончательно. И сначала я хотел про Вавилон писать вообще. В том, что это как-то вот так получилось, что я подумал, что ну интересно была культура, которая имела вообще апокалипсис как часть его сознания повседневного. Вот и майя, которые ждали все время апокалипсиса и ожидания вот этого конца, эсхатологические ожидания, ожидания конца света, для которых были очень важным культурным и религиозным моментом, подошли лучше. Любой человек, вот он живет в ожидании и страхе своей смерти, здесь целая культура, целая в общем нация, целый народ жил в ожидании глобального конца и я об этом все время думал и к этому готовился и проводил какие-то ритуалы и каждый раз, когда там конец света раз в 50 лет, то есть раз в жизнь каждого человека не происходил, то есть я сначала думал, что произойдет, там же циклическая история, вот, и готовился, как будто вот-вот все случится и потом их как бы проносило, они там выдыхали и дальше, ну следующий, через 50 лет, следующий, их уже там дети и внуки ждали, это все. Вот мне показалось, просто красивая метафора того, что с каждым из нас происходит и поэтому, а дальше уже я стал читать историю там покорения Юкатана испанскими конкистадорами и так далее, и так далее. Вот. И сейчас мне буквально недавно принесли, то есть прошло с 2007 года, когда книжка вышла вот сколько там, 14 лет, и мне вдруг из издательства моего любимого АСТ приходит письмо, говорит, «Вы знаете, Дмитрий, мы нашли физический экземпляр на русском языке, книги, изданные в советские времена, значит, приключения конкистадора написаны им самим, но единственное, что он завоевывал, по-моему, это Эрнан Кортес, он завоевывал там, получается, не Майя, да, а, наверное, получается, кто там, Линков или что-то кого там, Кортес. Вот. Да. И не хотите ли вы написать предысторию, ну не предысторию, а какой-то introduction, значит, какое-то введение, вот так сейчас я буду читать, опять в эту всю историю, видимо, погружаться. То есть, оказывается, такая книжка была, только она уже переведена, и там издана как-то давным-давно, а что касается вот Кнорозова, это вообще, ну, исторический персонаж, настоящий, который, собственно, всю эту письменность Майя, не выходя из кабинета, в Советском Союзе, там, в Ленинграде, и расшифровал, тоже удивительное дело. Давайте, наверное, самый последний вопрос. Давайте. Да. Здравствуйте, Дмитрий. На самом деле, до сих пор нахожусь под впечатлением от сериала «Топи», и, конечно же, вопрос будет такой, планируется ли продолжение съемок сериала, да, ну и еще один вопрос, будет ли экранизирован роман «Пост»? Отлично. Ну, смотрите, значит, по поводу «Топи», конкретно с этим героями продолжение там быть не может, вы как поскольку посмотрели, знаете, что там была загадка, и она отгадана, интрига пропала. Поэтому дальше, ну, еще там, каких-то новых героев отправлять в эту историю, когда ты знаешь, что все это понарошку, смысла никакого, в общем, нет, и поэтому такого продолжения «Топи» не будет. С этими героями мы разобрались, у каждого из них, в общем, что-то с ним произошло, и то, что с ним произошло, дало ответ на его личные какие-то искания и более какие-то широкие экстенциальные вопросы, которые мы ставили перед собой и так далее. Но, может быть, появление какого-то вот такого альманаха подобного сериала, ну, как бы второго сезона, как вы знаете, есть «Трун Детектив», настоящий детектив сериал, где в одном сезоне про одних героев и про одну локацию, или «Фарга», например, сериал, да, а в другом сезоне про других героев и другую локацию, но дух, тем не менее, единый, да, общий, настроение одно, и тема глобальная, которой посвящен сериал, тот же самый, та же самая тема. Вот, поэтому, возможно, появление некого сериала, близкого по духу, по настроению, и как бы, вот в этом плане являющегося продолжением «Топии», но при этом с другими героями, с другой локацией и с другим замесом. Вот, что касается «Поста», то права на экранизацию были приобретены платформой «Старт», и Клим Шипенко, который снял текст, хотел экранизировать, но это он еще не читал второй части. Сейчас они почитают вторую часть и скажут, зачем мы купили право? Только деньги на ветер, потому что вторая часть немножко хулиганская, ну, то есть еще более хулиганская, прям совсем. Вот, кто-нибудь дослушал до конца, да? Вот, весело же. У нас есть просьба задать небанальный финальный вопрос, если позволите. Да. Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут Кирилл. Здравствуйте. На презентацию я попал случайно, и с вашими произведениями... Кто вы, да, Дмитрий? Небанальный вопрос. С произведениями, с вашими не знаком, к сожалению, но слышал ваше интервью высказывание про политическую тему, они отличались смелостью суждений, она не свойственна для российской интеллигенции, творческой. Но хотел бы задать вопрос про ваши романы. И что у них именно, чего в них больше? Это более авторская фантазия, визионерский взгляд в будущее или метафорическое послание для, актуальное для современной России? Спасибо большое. Хороший вопрос. Я, да, я, я, знаете, как, в принципе, для меня всегда метафора стоял на первом месте. Я вообще по образованию делал в том, что журналист, международник и учился я за рубежом и, наверное, это мне вот и работал в разных медиа, в том числе и в государственных и не государственных, работал на Евроньюз и на Раша Тодей, с разных сторон на все это смотрел, в общем, изучал и, наверное, отсюда мое увлечение политическим комментарием, потому что я в очень большой степени просто, ну, не то, что бы, политолог какой-то, но всем этим очень интересуюсь. Для меня это прямо сфера повседневного хоббина такой. Вы знаете, кто-то рыбалка, а я вот политика. И размышления об устройстве русской жизни, в том числе взаимоотношениях народа и власти, это для меня одна из таких магистральных тем. Там, взаимоотношения, построенные на манипуляции, там, правда, ложь, монополия на насилие, готовность принять над собой чужой авторитет, там, исследование вот этого, как бы, приписываемого нашему народу, с чем я категорически не согласен к какой-то рабской психологии, что совершенно неправда, никакой у нас рабской психологии нет. Мы абсолютно такие же люди, как и там, любые другие люди на земле, стремящиеся к счастью и свободе. И метафора для меня, как бы, соотношение, маскировка актуальных тем или вечных тем, прежде всего, в русской жизни, потому что я, несмотря на то, что там, этнически многокомпонентен и считаю себя русским писателем, на других языках писать не могу, не хочу и ментальности не понимаю до конца, для меня, вот, исследование, в общем, русской жизни является, пожалуй, главным и ключевым. Да, ну, во-первых, я люблю, чтобы книжку было нескучно читать, жалею читать, хочу, чтобы ему было нескучно, вот, всегда это облекается в какой-то, ну, сюжет приятный и интересный к прочтению, острый. Это раз. А во-вторых, все это должно каким-то образом, мне кажется, что-то еще и значить, и не всегда в нашей стране так получилось исторически можно открыто на все темы говорить, но намеками можно говорить на многие темы, вот, и надо этим пользоваться. Так что для меня вот именно эта часть, то есть я себя не вижу ни футурологом, ни визионером, иногда мне получается какие-то вещи предугадывать, но это потому, что с моей точки зрения, если просто ты там читаешь новости, то ты понимаешь, как вектор строится и можешь его там спроецировать немножко там на два-три шага вперед. В этом нет ничего от каких-то откровений религиозного плана или проведения. Вот. Так что сказка ложь, да в ней намек, как сказал классик. Вот. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 .